Каждый входящий в стены мужского монастыря в честь святых царственных страсотерпцев проходит через эти святые врата. Но мало кто знает, что проходит он под надвратной церковью, освященной в честь иконы Божьей Матери Иверская. На территории мужского царского монастыря, что в урочище Ганина Яма, несколько храмов. В начале 2000-х, когда обитель только закладывалась, над вратами решили возвести церковь в честь Иверской иконы Божьей Матери. И это не случайность. Иверская икона именуется ещё вратарницей, так как чудотворный её оригинал изначально пребывал над вратами Иверского афонского монастыря. Она благая вратарница и хранительница Афона. И мы сегодня вместе со всем Афоном, вместе со всей русской землёй умиленно припадаем Царице Небесной и просим сохранить стержень нашей веры и стержень нашей церкви, святое монашество в чистом исповедании православной веры и в том аскетическом и мудром стоянии, которое делает монашеский чин для спасения всего человеческого рода. Символично, что в день чествования Иверского образа, который считается сугубым покровителем монашествующих, в Екатеринбургском монастыре появился ещё один иеромонах. За праздничной литургией, прошедшей в главном храме обители, царском, митрополит Кирилл рукоположил иеродиакона Николаева пресвитера. За богослужением, несмотря на начало рабочей недели, молилось несколько десятков паломников. Уже долгое время нахожусь в Екатеринбурге, всё хотела побывать, никак не получалось, вот решила. Всё-таки решилась. Очень интересная история наша. Ну и вообще душа требует. Мы вот здесь рядом и живём, и даже были моменты, что могли уехать, но из-за того, что вот именно мы здесь, здесь храм царственных святых страстотерпцев, мы отсюда никуда не хотим уезжать. Это очень святое место, нам здесь очень нравится, так всё уютно, всегда близко по душе нам здесь в храме. И всё такое своё родное, нам тут очень нравится. Добавим, что сегодня также церковь вспоминает святителя Алексея, митрополита Московского. И вспоминаются те заименитства преснопамятных предстоятелей Русской Православной Церкви, святейших патриархов Алексея I и Алексея II. Поэтому по окончании литургии все собравшиеся в храме пропили им вечную память. Царство небесное, вечный покой нашим почившим предстоятелям и всем доброго здоровья и утешения сегодняшний сугубый день. Храни всех Господь!